Давайте наберём много лайков, Блуд же старается для нас, я очень... Ауя, подходя, блядь. Ехала новая годнота, дожидается шутечек от Блуда про гомов мальчиков, мне это нравится. Ну что, дорогие друзья, всем привет, с вами Блудлинес по-прежнему, и мы записываем кровь виновного пи-пи-пи-пи-си-пи-пи-си и тому подобное. Вот, продолжаем дальше. Как вы помните, мы идём в то место, где, короче, будем драться и тому подобное. Вот, как мой дед говорил, ты говорит, борись, 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 но нахуй не напарись. Ну, вот, Царство Небесное, конечно, ему хорошее было, был дед, и фразы говорил классные, но ладно. Да уж, казалось, что наблюдение сопровождающее его отъезд не будет доставлять много проблем, а в итоге всё обернулось настолько банальным, что он даже немного удивился. Пока они упорно назвали эту необходимость присмотром, происходящее выглядело довольно угнетающе, когда, особенно когда Акира задумывался об этом. Пара мужчин, облачённых в чёрный костюм, и следили за ним с тех пор, как он покинул полицейский участок. Так вот, нас освобождают от полиции, из этой тюрьмы высвобождают, да, и, ну, мы идём. И, кстати, да, друзья, сразу лайкусики покидайте, потому что чем больше лайков, тем больше будет серии выходить. Их мрачное напряжение, поведение, мягко говоря, не сочеталось с непринуждённым настроем Акиры. Он чувствовал себя весьма противоестественно под постоянными взглядами прохожих. Он отправился домой, не имея ни желания, ни сил терпеть что-то большее. А когда он добрался до своей квартиры, небо перебразовалось, облачившись в тёмно-синие тона. Хотя у нас какие-то зелёные тона. Вот реально, картинки всей, вот эта вот, вся вот эта вот атмосфера, как хоррор какой-то напоминает. Но жалко, что не хоррор. Жалко, конечно, что у них всего лишь, ну, две игры, песнь Сая и это. Ну, может, что-то ещё есть в хорроре, но... В конец коридора, где располагалась квартира, уже собрался отпереть дверь заранее найденными ключами. Он ощутил присутствие позади себя и обернулся. Это, наверное, Кёски, да, там? Ну и сколько вы ещё будете следить за мной, или нет? Инспектор? Серьёзно? Во, вдруг зря... зря не сотрясай. Занучивость пропитала как его поведение, так и внешний вид, что раздражало Акиру, позволяющего себе неровный выдох. Акира? Кто-то окликнул его по имени, а от неожиданности он перестал тянуться к двери и невольно обернувшись. Фигуру в синем комбинезоне, Кейски бежал, прямо к нему тяжело дыша. Это друг наш или кто, я не пойму? Едва оказавшись рядом с Акирой, он остановился и скорчился, согнувшись пополам. Из-за дышки его плечи вздымались так, если бы он задыхался. Акира, какое же облегчение? Я думал, заявить в полицию, если ты не объявишься. Вообще, как бы нас полиция и забрала, и так. Ты что, всё время-то ждал меня здесь? Сколько вообще времени прошло? Я там думал, два дня, три дня, там. Со дня взятия Акира под стражу прошло немало времени. Я беспокоился, я подумал, что сначала пойдёшь сюда, если вдруг решишься вернуться. Вот пишите сразу, Кейски, вам нравится, не нравится, чтобы, ну, выходить на рут с ним, или на кого выходить. Один из инспекторов шагнул вперёд, прерывая его. Он остановился между Акирой и Кейски. Как стена, откровенно мешая им. Бесполезные контакты со всякими ни к чему. Со всякими, это наш друг, это дружок-пирожок наш вообще-то. Ты ещё кто нафиг такой? Тебе это знать не обязательно. Двигай. Кейски попытался спихнуть с пути инспектора, но он не шелохнулся со своего места, что он прям вообще какой-то... Не мешайся. Другой инспектор протянулся, чтобы схватить Кейски. Это я тебе должен был сказать. У инспектора синхронно повернулись на голос Акиры. Это может быть в последний раз. Нет ничего плохого в том, чтобы попрощаться. Он нарочно выделил в последний раз. Мужчины в чёрном размышляли некоторое время, пока один из них не пробормотал поверхностный ответ. Ровно 10 минут. Типа он им угрожает, что типа отпиздит, короче, этих инспекторов. Хотя он мог бы спокойно, мне кажется, это сделать. Правда, если у них пистолеты есть, то против пистолета твои приёмы будут вообще бесполезны. Понял, Кейски? Выдав пренебрежительный ответ, Акира выразительно переглянулся с Кейски и открыл дверь. Он уже практически зашёл в комнату, когда его плечо схватила грубая рука. Подожди, если вы собираетесь просто поговорить, вы можете сделать это и здесь. Раздражённый Акира стряхнул себе руку и сдержанно повернулся. Он схватил руку к Кейски, притянул его к себе и обвел руками его плечи. Э? Мы тот тип друзей, которые хотят делать такие вещи, которые могут вызвать слишком много вопросов. Он прям тут намекает на то, что они... Эй! Лицо инспектора переменилось и на смущённые задачи на одновременно. Надо было его за яйца схватить и сразу такой... Ммм, пошли, пограем, братишка. Пойдём, Кейски. Пошли в дотку, пограем. Про себя он подумал, что это было достаточно убедительно. Пошли, посмотрим, как Хабиб там отпиздил Макгрегора. Про себя он подумал, что это было достаточно убедительно. Забавно было наблюдать, как прежде властные инспекторы отшатнулись в ужасе. Как Кира медленно закрыл дверь и волочил за собой Кейски, который был ещё более немногословен, чем инспекторы вместе взятые. Но он просто чисто наш дружок-пирожок, наверное, и всё. Какого чёрта? Он сел на кровать, разгинув руки в стороны, наклонившись вперёд, а его глаза были раскрыты настолько широко... Широко? Широко. Проверочное слово «ширка», как мне сегодня Максим сказал. Что оказалось шире некуда. Это так несправедливо, такой абсурд. Именно Ташима из всех возможных мест. А ты не можешь сбежать на полпути, как будто бы они говорят тебе «иди умирай». То есть он уже всё рассказал ему, и он реагирует на это походу, да? Я бы поручил пожизненное заключение, если бы отказал им. Одно и то же. Но, Кейс, я пустил взгляд, морщась так, будто бы это была его проблема. Может, есть что-нибудь, что мы можем сделать? Такое чувство, как будто это реально наш парень какой-то. Он так переживает за нас, так прям помогает и тому подобное. Он взял тихий стон и плюхнулся на кровать лицом вверх. Он ненавидел усугублять. Всё было не так, как обычно. Изворачиваешься, чтобы удержать людей, отталкивающих тебя. Просто большинство самостоятельно держали дистанцию. Не в силах справиться с его сдержанным лаконичным подходом. Ему было плевать, несмотря на это. Кейски всё время крутился рядом с ним, в отличие от остальных. Хоть он и был в какой-то степени невежий, Акира не ощущал неприязнь к простодушной честности и прямолинейному характеру Кейски. А, господи! Кейски внезапно подскочил, заставляя кровать под собой громко скрипеть. Ммм, что? Нет, я знаю, что мельтешение поблизости ничего не изменит, но почему-то я не могу смириться и бездействовать. Акира, сидевший на противоположной стороне кровати и подпирающий стену, бегло вздохнул. Я принял это решение сам, это моя проблема. Единственный источник света в виде простенького светильника неуверенно колебался. Кейски сосредоточенно пялился на абстрактную точку в пространстве, покусывая губу. Мрачная тень, очерчивая его профиль, не переставала хаотично мелькать. Ты такой сильный акер. Возьми меня прям тут, вот тут, вот прям тут в бобке. Ладно, все, прошептал он довольно, словно говоря, сам себе. Все еще не двигается, затем неторопливо, продолжительно вздохнув. Все, что должен сделать, это ускориться и собрать правильные жетоны, чтобы затем победить Ильре, кем бы он там ни был. Эти слова отразились в глазах Кейски от откровенным страданиям. Акира знал, что сказать, конечно же, ну, что сказать проще, чем сделать. Но если другого выхода не было, покончить с этим единственный вариант. Кейски, это не имеет к нему никакого отношения. Почему же он тогда принимает это так близко к сердцу? Чтобы не случилось, это будет на совести Акеры. Это будет результатом его решений. У него даже сомнений не было, что чужак ничего бы не смог изменить. Но, несмотря на это, глядя на Кейски, он чувствовал лишь чудовищно хладнокровное безразличие. Допустим, он и Кейски поменялись местами. Смог бы он испытать те же переживания? Похоже, что ответ был нет. Потому что он вообще странно, что это было. Нифига себе. Наверное, ну, типа он Кейски не так сильно близок, а Кейски наоборот за него переживает. Он какой-то, вообще, наш, какой-то персонаж главный. Он какой-то, ему на все пофиг. Он что-то вообще какой-то, как, ходит такой, как говно. Да, 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 мне что-то вообще пофиг. Через несколько часов он, наконец-то, скользнул под одеяло, измученный беспокойством Кейски. Но неожиданный гость снова нарушил его сон. Когда это случалось два дня подряд, он считал, что может позволить себе отвратительное настроение в качестве компенсации. Он, не хотя пробуждался, хмуря брови от головной боли. Что там опять? Кто там? Баба эта зашла, что ли? Он пробирался вверх от замерзших ног. Цифровые часы на его холодильнике сказали, что времени до рассвета было достаточно. Наверное, сейчас скажут, давай, собирайся и поехал. Далеко не остановившись на прерывание сна Акеры, его посетители топтались по его комнате без всяких забот. Не считая любезности необходимыми. Не считая любезности необходимыми. Инспектор, пойдем, время уходить. Я же говорил, что та же черная парочка стояла рядом с кроватью, надменно смотря на Акеру сверху вниз. Один из инспекторов бросил что-то на него. Это была маленькая, но довольно тяжелая сумка. Дребули, твердые пайки для чрезвычайных ситуаций. Пайки, наверное, типа, ну еда, короче, паек, знаете, паек. Как хуй, ладно, хуек. Для чрезвычайных ситуаций. Три пол-литровой бутылки с водой. Конверт с деньгами. Нож, хранящийся в ножнах. Нифига себе. Устройство связи. Еще меч бы дал бы ему. Там где-то, я видел, меч будет. И чей там меч, интересно. Устройство связи, подобное сотовому телефону. Связка с пятью жетонами, которая будет служить доказательством его участия в игру. У каждого жетона была гравировка с номером и символом. Три валет червей, шесть, семь, пик и два треф. По словам парня по имени Гвен, или как там его нужно было отобрать жетон у других участников и создать соответствующий покерную комбинацию? Так, по словам парня по имени Гвен, или как там его, нужно было отобрать жетон у других участников и создать соответствующую покерную комбинацию. Вот. Иначе говоря, единственная ценная бирка в ее руках была валет черви. Оставшиеся четыре были мусором. Жетоны, которые ему необходимо собрать, были десять, король, королева и туз. При получении еще одного вальта... Вальта, не валета, вальта. Хотя он также может пойти через фуллхаус с дороги. Отодвинув инспекторов обеими руками, Акира начал подготовку. Наличие двух мужчин в черном, вместившихся в его и без того миниатюрную комнатку, сделало его определенно теснее. Он обил оставшееся пространство сумки необходимым минимумом одежды. После взял газировку из холодильника и отпил немного, чтобы прийти в себя. Кстати, газировочки надо глотнуть, а то, что пересохло в горле. Холодный напиток попав в горло, сегодня дал мел мерзкое послевкусие. Когда он закончил сбор, взгляд случайно упал на полку. В какой-то момент он оставил там нож, бережно завернутые в износившиеся кожные ножны. Он подобрал немного заплывшее оружие и обнажил лезвие. Небольшой вес сочетался с удонченым силуэтом изящного ножа, украшенного декоративным рисунком. Я одно не понимаю, зачем ему нож? Огнестрельное оружие нельзя использовать, но нож можно, что ли? Холодное можно оружие использовать спокойно? Это вообще тогда будут жесткие какие-то бои. Большая его часть была поцарапана, но нечеткие надписи на клинке он по-прежнему мог разглядеть. Что там написано? Скорее всего, это были какие-то странные слова. Там вообще непонятно, что написано. Он думал, что оружие попало к нему в разгар военного обучения, но у него было чувство, что клинок не предназначался для практического использования. Он был гораздо прочным, прочнее, чем мог показаться, и проще в использовании, чем некоторые ножи. Он держал его при себе все это время, потому что ему нравилось, как оно выглядело. Можешь взять его с собой. Простота использования имеет большое значение. К тому же он привык обращаться с ним. Положив нож, найденный в его сумке, на полку, он достал знакомые ножны и заткнул их за пояс. Как только его подготовка была завершена, Акера взял сумку в руки и покинул свою комнату. Уходя, он не потрудился закрыть дверь. Это была комната, лишенная воспоминаний, сожалений и привязанности. Вновь встающее солнце было туманным, но достаточно ярким, чтобы заставить щуриться. Мы собираемся рассказать вам маршрут до Атошимы. Инспектор начал монотонно объяснить дорогу. Судя по интонации, это были заранее заученные предложения. Путь от Сифити до Атошимы был почти прямым, так что можно было не беспокоиться о возможности заблудиться. Я думаю, когда мы туда приедем, будет самый сок. Пока что, видите, пока подготовка, пока то, пока это, долго все. Однако все старые земли были опасными, поскольку оставались недоступными для восстановления. Это означало лишь дополнительные трудности при достижении Атошимы, особенно в одиночку. Мы подготовили проводника, встреча с ним проходит на границе. Проводник? Он со своими странностями, ты узнаешь его, как встретишь. Его зовут, с его помощью твои шансы на пересечение старых земель возрастут. А Киоски, что тут останется, не пойдет за нами? Если этот человек может путешествовать по старым землям, он точно знает, как добраться до Атошимы. Должно быть, это кто-то исключительный. Происходящее вызывало слишком много подозрений, но полагаться было не на кого. Лишенным желанием, желание шага Макира отправился в указанном ему направлении, держа курс на границу. Несмотря на то, что с Эфизи прошли приличное количество реконструкций, пейзаж снегсоскудным и пустынным по мере приближения к черте, неприкрытый стабильно растущий разрыв между богатыми и бедными, заметный контраст между пустынными домами и недавно построенными структурами в рамках деятельности по возрождению. Жалко, что мало артов, очень мало, но потом будет, наверное, побольше. Ведь все-таки первая игра, наверное, было не так-то много, наверное, денег, чтобы забабахать кучу артов. Эта страна изобиловала бесполезными вещами, пока все чрезвычайно важно ржавело подальше в небытие. Он никогда не ступал по старым землям, и это было бы то еще зрелище, будь здесь хуже той скверной, что и так его окружало. Наконец-то он увидел ветхий знак, указывающий на скорую границу. Он заметил неподвижную фигуру человека, сложив руки, мужчина окинул Акеру взглядом, не сказав ни слова. Кто это? Опа, проводник. Вообще-то я его не видел в заставке, или я так смотрел. Инспектор сказал, что Акера узнает его, только увидев. Потом сводить это все. Инспектор сказал, что Акера узнает его, только увидев. Хоть его внешний вид не отличается чем-то особенным, этот человек не был кем-то из CFC, у него было большое отличие. Это было смиренное бремя, которое источает лишь те, кто сумел преодолеть самые суровые обстоятельства. Мурашки пробежали по коже Акеры вдоль позвоночника. Ты проведешь меня в Ташиму? Вместо ответа мужчина безмолвно наблюдал за Акера, его глаза излучали пронзающую ярость. Мужчина безмолвно повернулся спиной и пошел к стороне границы, принадлежащей старым землям. Он напряг Акеру, но в отсутствии каких-либо других вариантов, единственное, что оставалось следовать за ним. Они сказали, что он будет служить проводником, а Акера все еще ничего о нем не знал. Он слышал, что отсюда дотушил ему примерно целый день пути. Возможно, путь и будет простым. Дистанция перенебрегать нельзя. В конце концов, он сделал первый шаг вперед. Сейчас его сердце било сильнее, чем когда-либо. Какие-то одни обломки, капец. Руины простирались повсюду, откуда мог дотянуться взгляд. И никак иначе это место было не описать. Вот такой жалкий вид ныне приобретали старые земли. Когда он встретился со своим проводником, солнце должно было ярко светить. Однако его затянули пустые тучи, словно для того, чтобы пролившийся дождь безмолвно оплакал то мрачное зрелище, которое должно было произойти на земле. Тени, отбрасываемые обломками заброшенных зданий, были куда насыщеннее темнее. И темнее, чем просто черные. Это место не было лабиринтом, но сделай один неправильный шаг, и ты в миг собьешься с пути, обреченный скитаться здесь целую вечность. Многим людям не повезло ошибиться, и они никогда не вернулись сюда. Отсюда точнее. Но была еще одна причина, по которой старые земли боялись посещать так называемые беженцы, которые затаились в ожидании. Беженцы названия групп людей, которые после окончания войны и разделения Японии на две части сбежали в старые земли, после того, как их не приняли ни в Сифиси, ни в союз в возрождении Японии. Вживать в этих руинах было непросто. Это означало каждодневное соседство бок о бок с изнуряющим голодом и смертью. Именно поэтому беженцы нападали на любого, кто пытался пробраться в эти места, словно стая волков, загоняющих в угол свою жертву и набрасывающиеся на нее. Я чувствую, тут тоже такая фигня будет. Чем-то эта игра еще напоминает песнь этого лебедя, когда там тоже все, там, ну, произошло землетрясение, короче, полная там срака произошла. И тоже вот такая фигня была. А если я не поймаю тебя, нет никаких шансов вырваться из их хватки. Тоскливые вздохи, урчание пустых желудков, голоса больше похожи на животное рычание, звуки приближающихся шагов, переходящих на бег. Но все, что он смог разглядеть, это руины и полумрак. Если беженцы были рядом, они никаким образом не выдавали своего присутствия. Угроза, разлитая в воздухе, давила на Акеру, мешая свободно передвигаться. Но его спутник, вероятно, привык к этому, потому что он, как ни в чем не бывало, двигался дальше, не тратя время на излишней осторожности. Акера не позволял себе расслабиться. Его проводник время от времени нырял в тень. Казалось, вот-вот был готов раствориться в ней. Неожиданно до его ушей доносился странный шум. Он остановился, сосредоточился, изучая окружение. Раздался неприятно режущий слух, звук, словно кто-то царапал или скреб по железной поверхности. Подобный звук мог доноситься изнутра изуродованного гротескного создания. И когда он инстинктивно сделал шаг навстречу, держись подальше, проводник резко развернулся, прыгнул, оказываясь рядом с ним. Походу, кто-то вылез. Ох, как монстры какие-то, а не люди там. Когда он задумался, что это такое, было даже слишком поздно. Что-то вырвалось из теней, от которых разносился шум, передвигаясь с нечеловеческой скоростью. Спутник схватил его за руку, отталкивая тело парня в сторону. Резкий порыв воздуха коснулся его плеча, болезненно проходясь по его коже. Не сумевший схватить жертву, источник порыва ветра перевернулся в воздухе, приземляясь, упираясь руками в землю. Совсем рядом раздалось бившее дыхание, чьи-то глаза светились в темноте и послышался глухой гортанный рык. Несмотря на схожесть с чудовищем, существо, опиравшееся на руки и колени, очертания напоминали человека. Его прежде одинокий силуэт размножался, увеличиваясь в количестве. Еще один и еще. Они заполнили территорию вокруг за секунду, будто бы они делились на месте. Офигенно! Придурок, не болтайся здесь так беспечно! Спокойно сказал его спутник, цокая языком и оказываясь рядом с Сакерой. В ее руке сверкал пятни... пятни... пятнадцатисантиметровый армейский нож. Ни хрена! Окруженные со всех сторон, они медленно отступали в центр сужающегося круга. Что, не перережут всех? Что, сомневаюсь? Там по-любому сейчас какой-нибудь вылезет главарь, что-то... не знаю, что-то будет такое. Воздух дрожал от напряжения, они, как и их противники, внимательно следили за каждым действием друг друга. Стоит только поддаться напряжению или неправильно рассчитать время для маневра, и все закончится. Я, пожалуй, откажусь от двойного самоубийства в подобном месте. Какое западение? Я тоже. Стоя спиной к спине, с проводником Акера оглядел тех, кто их окружал. И слишком много не сосредотачиваясь ни на ком в отдельности. Я знаю. Ты ведь ведущий участник и бластера, верно? Тогда это будет плевая битва. Акера ответил на эти несмешливые слова напряженной тишиной. Разъяренные рыки звучали все громче и громче. Он почувствовал, как его спутник припал к земле. Все его тело натянулось, точно струна. Акера анализировал свое положение, пытаясь не пропустить ни единой детали. Громады и руины, глубокие тени вокруг и перемешавшиеся там меридианы, озлобленные глаз, сфокусированные на том, чтобы не позволить жертве ускользнуть. Его человеческое сознание не могло помочь ему в подобных обстоятельствах. Они выглядели как люди, но отбросили в сторону свою человечность. И при этом они заполучили способность, позволяющая им превосходить самых опасных хищников. Если вот только схватят ему конец, подтягивая сумку выше на плечо, он плавно сомкнул пальцы на рукоятке ножа, заткнутого за пояс. Он тут же ощутил присутствие проводника за своей спиной. Сейчас... УААААА! Голодные волки атаковались синхронно, почти в то же время, когда Акера и его спутник двинулись вперед. Они что, пробьют себе путь и убегут? Остроотточенные полосы железа и осколки битого стекла замелькали вокруг, сыпляясь на него со всех сторон. Как дикие животные, охотившиеся стаями, они продолжали нападать, сколько бы они... сколько бы он не отбивался. Опа! Увернувшись от рванувшихся к нему рук, он скользнул в сторону и отрубил их резким движением Разлался виск, кровь брызгнула во все стороны Он и прежде часто видел кровь, даже когда состоял в бластер Один однообразный день следовал за другим, только то единственное мгновение Миг, когда он впервые увидел брызги крови, привело его в абсолютный восторг Он ощутил слабый укол и зудящие боли, пошатнувшие глубины его непоколебимого равновесия Мелькнувшие в воздухе алые капли растворились в его взгляде Когда это мгновение оказалось позади, он уже ничего не чувствовал, сколько бы крови не пролилось на его глазах Беженцы перемещались в незакономерном порядке, но он постепенно привыкал к их движениям и мог предугадывать их Капец, они реально орут, как монстры, вот просто тупо монстры Один из них прыгнул, оказываясь на его спине Он попытался встряхнуть его, но нападающий вцепился в его плечи, впивая с них ногтями, он ощутил резкую вспышку боли Еще один нацелился на его руку, стремительно оттолкнув его своей сумкой Акера махнул ножом вниз, вспарывая ему руку, сжимающую его плечо За секунду до того, как нож Акера пробил руку, нападающего насквозь До его ушей донялся агонический крик, и вяз, давивший на его спину, соскользнул и исчез Когда он развернулся, застал сзади своего проводника, стоящего невозмутимым лицом и забрызганного каплями крови Игнорируя их, мы уходим Поделом беженца, упавшего со спины Акеры от горла до живота, проходил длинный глубокий порез Стряхнув руки, пытающиеся схватить его, Акера побежал за своим спутником и из последних сил Вой, заставивший его ощутить вибрацию в глубине своих внутренностей, раздался от одного из преследователей позади Гигантский лабиринт из руин Справа, слева, впереди, позади него Парень не знал, насколько далеко он тянулся вдаль Но у него складывалось впечатление, что он раскинулся на бесконечное расстояние, превращаясь в ослепительную темную бездну Когда воздух в легких уже заканчивался, голоса преследователей начали постепенно затихать Его проводник наконец-то перестал бежать, сбавляя скорость и переходя на шаг Акере уже давно не приходилось бежать так долго Он вдохнул, пытаясь унять тяжело вздымающиеся плечи и осмотрелся Они не преследуют слишком долгое время Разумеется, давящая тревожная атмосфера уже растворилась в воздухе Он отряхнул окрывавленный нож от элых брызг и опустил его обратно в ножны на поясе Еще какое-то время они двигались дальше в полной тишине Складывалось ощущение, будто бы они находятся в изолированном от остального мира пространстве, ведущем в иное измерение Нормально так, в принципе, жить Куда ты идешь, тебя убивают Только вот вопрос Вот эти все мужики, которые там жили, да? И которые, наверное, как в монстров превратились или во что Ну, они ж как монстров, да? Ну, позиционируются как монстры Что они едят? Если там ничего нету И как они живут, как они питаются там и тому подобное Что сами друг друга хавают Пока солнце опускалось на горизонт, бледное затянутое облаками небо постепенно приобретало темно-серый оттенок Погода ухудшалась, и это было не лучшим предзнаменованием Но он ощущал на подсознательном уровне, что солнечный небосклон был бы не под стать мрачной атмосфере Тошимы По пути Акира снова начал размышлять о беженцах и заговорил, устремляя взгляд на своего проводника, стараясь разлететь его как можно лучше Кем именно ты являешься? Его отправители Эмма и Квен Значит, он один из них, но все же После того, как они срезали путь через территорию беженцев Он краем глаза изучал мужчину, ушедшего подле Надо же, он разобрался с ними так хладнокровно и беспристрастно, словно уничтожил руль муравьев Можно родиться крепким мускулистым, но умение быстро принимать решения приходит лишь после преодоления множества бит Старые земли Тошима, повси... 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 подведомственные мне области, господи Старые земли Тошима? В этом определенно есть смысл Это правда, что не собирается просить в Тошиме какую-то идиотскую игру? Он спрашивал не потому, что у него были сомнения насчет этого Если бы это было ложью, у Эмма и Квена не было никаких причин впутываться в неприятности Предлагать сделку Акери, да еще и скрывать свое местоположение Он просто хотел услышать правду из уст того, кто видел Тошиму собственными глазами Проводник взглянул на Акеру через плечо и сдернул подбородок Узнаешь, если войдешь, а не она прямо перед нами Когда Акера проследил за его взглядом, он смог различить смутные очертания высоких зданий Задевавших крышами тяжелые густые тучи Благодаря нашей пробежке, которая началась из-за того, что кое-кто все запорол Мы прибыли даже раньше, чем планировали Акера снова взглянул на эфирное видение Тошимы Это Тошима? Господи Тошима, морально разложившееся убежище преступников Игура, игра на выживание, в которой были разрешены даже убийства Игура, Игура, игра Прям одно и то же почти слово Разнощившееся вдаль по окрестностям ощущения смертельной угрозы Наверное, здесь ему доведется оказаться на краю гибели Его захватило легкое чувство экстаза, сходное с тем, что настигало его при виде крови Ему на глаза попадалась заржавевшая тапличка, отмечавшая границу округа И Паводник остановился, не входя на территорию Тошимы Это вот на самом деле, вот очень напоминает песню Лебедя Вот по вот этой вот, по разрухе, по вот этой вот атмосфере Очень сильно напоминает песню Лебедя, просто нереально Такое же ощущение, что все, типа, ни цивилизации, ничего нету И мы приходим в какой-то старый там, какой-то, ну, город весь разрушенный И там свои порядки, свои законы Это вообще пиздец В таком мире, представьте, просто жить как Он развернулся лицом к Акере и раскивал руки в разные стороны После чего склонил голову в театральном поклоне Вероятно, это означало, что его сопровождение подошло к концу Спасибо, до скорого Внутренне забавляя... Забавляясь его напыщенностью, Акера развернулся спиной к проводнику и собирался уходить Но в следующий миг Его спутник не с того ни с сего... Его спутник не с того ни с сего заломил руки Акере за спину, вынуждая его замереть на месте Куда он вытянул? Когда он вытянул шею, легкая улыбка озарила лицо проводника, находившееся совсем рядом с ним Пригвожденный к месту, его пристальнее устрашающим взглядом Акера чувствовал себя ошеломленным Пусти меня! Акера дернулся, чтобы вырваться на... Но обхватывающие его руки не двинулись ни на дюйм Одна рука обвилась вокруг головы Акера, вынуждая его повернуться в сторону Он поморщился от нагрузки, пришедшей на его захрустевшую шею Я дам тебе одно предупреждение Низкий голос коснулся в ушей Еще раз повернешься вот так, незащищенной спиной Они от тебя и мокрого места не оставят Короче, там опасно, и он его предупреждает просто-напросто Пока он слушался в глухой шепот, что-то горячее и влажное скользнуло по его уху Язычок! Звук вязкого улажного хлюпа не ударил по его барабанной перебонке, заставляя волосы встать дыбом, что язык засунул туда серьезно! Приложив все свои усилия, он наконец-то вырвался и дернул локтем назад, разворачиваясь! Проводник стремительно отскочил назад, делая его шаг в сторону старых земель Он вызывающе пострел на Акеру, облизывая верхнюю губу, а затем жутко улыбнулся и отвесил еще один показательный поклон, такой же, как и прежде На этот раз его бывший спутник развернулся на каблуках и на понтах и к старым землям не оглядываясь Только когда его спина скрылась из его поля зрения, Акера позволил себе тихо выдохнуть и пострел в сторону Ладонью он принялся ожесточенно натирать ухо, в которое проводник пытался забраться языком, реально туда языком забрался Неприятное ощущение все еще оставалось В то же время, последняя устрашающая улыбка, там так описали, барабанной, как чуть ли не барабанной перепонки, там залез в ухо, пипец В то же время, последняя устрашающая улыбка его сопровождающего мелькнула перед глазами Вот дерьмо! Акера пнул ближайший булыжник и снова выдохнул Дела приняли паршивый оборот, не было ничего унизительнее, чем оказаться пойманным со спины без возможности отбиться Он опять бросил взгляд на Тошему, никоим образом не пытаясь поднять свое испорченное настроение Хотя он и думал, происходящее маловероятно, поскольку он далеко от источника событий Все по-прежнему оставалось неясным, даже когда он оказывался здесь Старые земли тоже были жуткими, но Тошему вызывало у него совсем другие ощущения Куда более зловещие, наполняющие изнутри смрадом разложения Возможно, он думал, так только из-за своих предупреждений Занося ногу над границей земель, он наконец-то сделал шаг в Тошему Доль широкой дороги, которая наверняка вела к центру города Не было ничего примечательного, кроме пожухлой растительности и вывесок с приветствиями для гостей Хотя ладно, приветствия были не из самых лучших Краска содралась, обнажая ржавчину, а проевшую вывеску насквозь, а большая часть державшей ее гвоздей выпала Так что она не прочно держалась на тех, что остались Кто-то написал поверх емкую фразочку, из какой-то рекламы с помощью баллончика с краской Ахера взглянул на неправильно написанные слова и направился в сторону центра города Добро пожаловать на карновал безумного шляпника Когда мы найдем хоть каких-то персонажей, мы уже сколько играем, уже третья серия Мы до сих пор не нашли каких-то мальчиков Когда будет шпехание, я не понял, что такое, я уже играю-играю Это я выиграю или не выиграю, вообще я не поймаю Земли у границы пребывали в состоянии значительного упадка, но здесь возвышалось все больше и больше зданий От этого места, некогда богатого и процветающего, бывшего одним из крупнейших городов Японии Сейчас, когда оно было со всеми покинуто, остались лишь тусклая тень была увеличия Множество высоких зданий мрачно возвышались на фоне темного неба, словно над гробием И бледный лунный свет, просачивающийся сквозь прореху в тучах, заливал улицы Вместо людей они были заполнены пылью, гравием и щебнем Временами под тяжелым ночным небом разносился безумный смех, за которым следовали крики и смешки Повсюду ощущался сильный запах разложения Акера остановился и опустил взгляд себе под ноги на крошащийся асфальт В тенте было тяжело ориентироваться, но он различал темные разводы на протяжении всей дороги Да были кровавые разводы, походу тут людей валят, ну вообще по жесткому Воздух был наполнен смраном смерти, а то ощущение, будто бы кто-то беспрестанно за ним наблюдал По коже шли мурашки, пробирающиеся насквозь напряжение наполняло каждую его клеточку Отдаваясь во внутренних органах Если задуматься, то резко заметив, что что-то постороннее нагляделось вокруг Абсолютно ничего, на его взгляд не выхватил ни одного падшего Или может дело в том, что Игура должна была проходить в каком-то другом месте? Нет, даже если так, крайне подозрительно, что их вовсе не было в подобном небезопасном месте Он осмотрелся в поисках трупов и не нашел ни одного Что с трупами, интересно, делают? Ни одного трупа, но крови куча? Странно, учитывая бесчисленные кровавые разводы на асфальте Дорога, по которой шел Акера, представляла собой широкий проспект Расходившийся по территории города в четырех направлениях Но он заметил ни единого следа пребывания здесь людей Его внезапно захлестнула дрожь от внедущей атмосферы Может кто-то прятался в темном переулке? Соблюдая бдительность и помня вежливое предостережение своего проводника Акера продолжил путь Пустые здания, которые выселись по обе стороны от дороги Своей мрачностью напоминали похоронную процессию Они, казалось, молча наблюдали, как Акера проходил мимо, окружая его пустотой и глушающей тишиной Хотя, возможно, они насмехались Как раз, когда Акера увидел перекресток прямо по курсу Он заметил какое-то движение краем глаза Он тут же остановился и уставился в том направлении Там находились остатки магазина с витриной внушительных размеров Прямо под одним из передних карнизов Стекло было расколото на мелкие кусочки Далее, за пределами витрины он увидел ловко передвигающийся тень Человек, наверное Акера про себя подумал, что в подобном городе никого не знаешь Когда никого не знаешь, на каких людей можно напороться Он уже собирался пойти дальше, как вдруг различал отдаленный звук Похожий на дыхание какого-то животного Что там происходит? Разносимые по окрестностям звуки не прекращались, делаясь все громче Акера не собирался делать какие-то выводы, исходя из этого Ведомый любопытством он подошел ближе к витрине Заняв позицию, с которой можно было хоть что-нибудь рассмотреть Он заглянул внутрь Полуразрушенный магазин был заставлен пустыми стеллажами За которыми притаилилась человеческая фигура Неровное дыхание смешивалось со звуками Словно что-то скреблось по поверхности пола Затем стали различные И два слышимые постанования Явно издаваемые не от боли Фигура была не одна Другая тень перекрывала первую Осознание пришло к нему внезапно Он собирался отвести взгляд и поскорее покинуть помещение Однако замер Если только его проницательность не дала слабину Нет Эти две тени Он преодолел оставшееся расстояние до витрины Их силуэты выскользнули из темноты Отчерченным лунным светом Его глаза расширились Это были фигуры двух мужчин Сосредоточенных на своем сейте Твою мать Я-то думал там какие-то Мужики, которые Бля Господи Я Ну вот так вот внезапно Нельзя людей пугать Вот серьезно Я Я все думал Я все понимал Но Чтобы вот так вот Показывать его И Не романтично И там подобное Или как там Мы встречаем кого-то другого Мы видим как другие мужики Там Шпех У вас что баб нету что ли И что Раздвинутые бедра Мужчины снизу были потянуты в воздух Пока его партнер погружался в него Второй мужчина Осклонившийся над первым Прогнулся в спине И что-то ярко блеснуло в лунном свете Член Головка Она напоминала солдатские жетоны Однако сюрпризы на этом не закончились Это блять нихуя себе это сюрприз Сбившееся дыхание стоны Продолжающий доноситься до акера Издавал мужчина сверху Тот что стал жертвой изнасилования Лежал Да Изнасилование Конечно Тут каждый будет друг друга насиловать Ага Надо было назвать Кровь виновного насильника Тот что стал жертвой изнасилования Лежал безвольно и неподвижно Со стекающей из уха красной струйкой Вскоре Акир А где картинка Можно мне картинку Чтоб я увидел Чтоб пофапал хоть немножко Это ужас Вскоре Акир отвернулся И Отвернулся и пофапал Странное волнение Захлестнуло его Тепло Начало распространяться По телу От задней части шеи Постараясь не издать Ни звука Он отошел назад И продолжил беззвучно Шагать дальше По ночным улицам То есть посмотрел Как чуваки Шпехались И ушел Нормально То есть Один шпехал другого Он почти не соображал Куда идет И его сердце Забилось быстрее Он не знал наверняка Был ли тот мужчина Мертв Тайси и мертв Там Какого мать Пофиг Но зрелище Отпечаталось В его памяти Мужики то Ябутся просто Хоть он и не рассмотрел Мужчина Четливо их силуэт И по какой то причине Снова и снова Вставали перед его глазами Казались даже Более реалистичными Чем и он их запомнил Успокоиться Когда беспокойные мысли В его голове Почти разметались В полном беспорядке Акир наконец Восстановил возможность Размышлять здраво И поднялся к одному Из маленьких заброшенных Магазинчиков Тянущихся вдоль дороги Ужас Так это что Наше убежище будет Дверь снята с петель Убедившись Что он не сможет Никого почувствовать За настежь Открытым входом Акир Ступил внутрь Судя по обстановке Это место Когда то было Одним из маленьких Уютных кафе Лежавшая повсюду Пыль Взметнулась в воздух Когда он прошел вперед В задней части магазина Стоял двухместный диванчик Он подошел ближе И опустился на него Заставив заскрипеть Ржавые пружины Вытащив из сумки Одну из бутылок Он сделал большой глоток Смачивая пересохшее горло Стекавшая в желудок вода Оказалось Смывала за собой Накопившееся беспокойство Он глубоко 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 И медленно выдохнул Затем швырнул Полупустую бутылку Обратно в сумку Его сердце Все еще не прекращало Бешно биться Снова выдохнув Он откинулся на спинку Сам он не мог понять Почему происходящее Так сильно его тревожило Потому что ты приходишь в город Где убийц куча Не так ли? Он слышал что-то из част Что из-за частых столкновений Начавшихся после войны В последние дни Все больше людей Проявляли гомосексуальные наклонности Хуево Вот очень плохо Точнее я хотел сказать Когда речь шла о людях Которые были Строго ограничены Военным уставом Подобное было неизбежно Поскольку их потребность Секции была наибольшей На поле боя Не часто встретишь женщину Ну вообще да А еще он слышал Ну не в мужиков Всовать свою Песюльку А еще он слышал Что в душами Почти не было женщин Господи Почти не было Но хоть одна-то Должна была быть Они были здесь Не просто вне закона Они еще и стали Жертвами смертельных игр Вот придурки Нет чтобы бабу Там засиську лапать Они их еще В игры тянут Ну куда вы тянете Вообще уже Если мужчины заметят Хоть одну женщину Они без сомнения Поймают ее И сделают с ней Самые жуткие вещи Какие только захотят И после выбросит ее За ненадобностью А могли бы оставить И продолжать делать Свои вещи Но оставить Не с мужиками Но больше всего Акеру шокировало то Что изнасилованный мужчина Мог быть уже мертв Его изумлял Не только факт смерти Сколько то Что кто-то способен На насилие По отношению к человеку Уже испустившему дух Или же близкого к этому Вот что до такой степени Бразило Акеру Иногда секс являлся Не проявлением любви А был нужен Чтобы унизить И растоптать другого человека Если ты стремился К этому Куда более эффективным Было бы насилие Над живой жертвой Особенно если бы У оба одного пола Это ужас После смерти Человеческая плоть Была не более чем Бездушной вещью Было ли изнасилованием Кого-то На грани смерти Проявлением Отвратительного фетиша Или может Это был признак Низшей стадии Разложения общества Когда люди Не уважили мертвых И готовы были Использовать Для удовлетворения Своих нужд Неудошевленные предметы Это полный пиздец На самом деле Ему такое не казалось Хотя он и не мог Этого понять У мужчины сверху Определенно был Солдатский жетон А Кира вытащил Ворох из пяти жетонов Из своей сумки Может пойдешь Его завалишь И посмотришь Какой у него жетон Да Я вообще не понимаю Тут есть какая-то Ну Как отдел кадров Когда приходишь И говоришь Я хочу записаться В убийство Как бы Или как Как Какая разница С этих жетонов Если Ну он никому Их не предъявляет По идее В этом городе Жетоны были Свидетельством Участия в Игуре Игура Скорее всего Смертельная игра На выживание Мир которым управляли Сильнейшие Из выживших Что если Тот мужчина Стал победителем В Игуре А его жертва Была одной Из побежденных Если так В конце концов Здесь были Разрешены убийства Не похоже Что можно Ввязаться В неприятности За совершение Чего-то большего Если кто-то был Способен На любые поступки Чтобы уничтожить Других людей Это было бы За гранью Его понимания Нет Наверняка Такое возможно По крайней мере В этом городе Здесь скорее всего Давно стерлись Границы того Что должно считаться Нормальным Вероятно О чем-то подобном Его и хотел Предупредить Проводник То неприятное ощущение Снова зачкотало Ухо Акеры Отчего Перед его глазами Встала Недавняя картина На этот раз Даже еще более Реалистичная И он цокнул языком В подобном месте Нельзя было задерживаться Он пришел сюда Потому что Надо было разобраться С делами Неважно Сколько безумных Поступки ему Придется совершить Он не собирался Проигрывать Кроме того Ему пришлось Принять тот Факт Что собравшиеся Здесь Люди Он не мог Рассчитывать На свою репутацию Заработанную В бластер Если он проиграет Ему наверняка Придется отрабатывать Опробовать На себе Нечто Куда Более Болезненное Чем Смерть Оттраханьем В жопу Его сразу же Растопчут Если он будет Сражаться В пол Силы Когда его Шок и тревога Наконец-то Прошли Уступая Место Спокойствию Он почувствовал Внутри Слабо Отдающиеся Предвкушения Это мне напоминает Короче Все Как тюрьма Какая-то Ты приходишь Ты должен Показать себя Мужиком Жестким Короче Оттрахать Другого мужика Да В жопу Ладно Короче И порядки Такие Чуть ли не до смерти Короче Да Даже в тюрьме Такого нету Сейчас мог настать Момент Когда его кровь Вскипела бы Настолько Что прожгла бы Изнутри мозг И нервное окончание Нервное окончание Всего его Выдохнув В легком экстазе Который зарождался Внутри него Акера оторвался От откинутой Далеко назад Спинки дивана В кончике Его ботинка Уткнулся Во что-то Когда он Пошевелился Когда он наклонился И ощупал предмет Это оказалось Что-то круглое Пластиковое Он сдул с него Пыль и присмотрелся Старомодный фонарик Акера был знаком С фонариками Настолько Маленькими Что они помещались В одной ладони Так что Этот скорее всего Остался со времен Войны Опа Как хоррор какой-то Он щелкнул Выключателем Вдруг бледного Света Упал на пол Магазина Круг Круг белого Света Батарея все еще Работала Но лишний раз Включать свет Здесь могло быть опасно Это было то же самое Что встать и прокричать Всем окружающим Что он находится здесь Продвижение в темноте Должно быть безопасней Он быстро выключил его И бросил рядом Со своей сумкой Он достал из вытащенных Ранее жетонов Тот Что был отмечен Взлет Валетом червей Затем вытянул Длинную цепочку Которая была сложна Вместе с ним Он надел на нее Выбранный жетон И сыпал Оставшиеся четыре В свой передний карман Это значило Что отныне Люди Вокруг будут знать Об участии Акера В игуре Иначе говоря Жребий брошен Кончиками пальцев Он пробегался По жетону На своей груди И он ощутил Слабый холодок Да уж Друзья И тогда Кто-то начал ломиться Дверь Совершенно незнакомый звук Раздался от входа Через который Сочилось беспокойство От этой жуткой ночи До его ушей Донеслись резкие Громкие звуки Словно кто-то Наступал На разбросанные По полу Вещи И раскидывал Их в сторону Акера Стремительно Поднялся Устремляя Взгляд К выходу И потянулся К ножу На поясе Он почуял Чужое присутствие Рядом кто-то был Он сосредоточился Изо всех сил Стараясь не пропускать Ни малейшего движения Со стороны Незнакомца Из-за того Что дверь Была снята С петель Он мог отчетливо Видеть через вход В магазине Очертание Городского Пейзажа Который плавно Который плавно Таял в тяноте ночи Бледный Лунный свет Затопил город Набрасывая На него Свою невесомое Покрывало Чемно-человеческая тень Значительно Выделялась На этом фоне Все его тело Напряглось до предела Если бы человек Просто ушел Было бы замечательно Но если он Войдет внутрь Придется его убить Он медленно Самокнул пальцы На рукодетке ножа Тень переместилась И Акера Вновь услышал Как человек приближается Наступая на щебень Которым Была усыпана Земля ухода Еще один шаг Тот же в звук Кажется незнакомец Уже занес ногу На порога магазина Выбора не оставалось Он выхватил нож Приготовился замахнуться им Акера Это что Это вот Кензи Или Кензи Как в этом Он не поверил Собственным ушам Он прекрасно знал Этот голос И понял сразу Несмотря на то Что человек Говоривший полушепотом И его было плохо слышно Не может быть Он думал Что ему показалось Но этот человек Стоя еще перед ним Определенно Звал его по имени Он машинально Схватился за фонарик Заключил его Освещая чужую тень Как ты сюда Блять Как ты сюда Как вот он Я же говорил Что он придет сюда Но как Как он сюда пришел Черт Как же ярко Друзья На этой офигенной ноте Мы заканчиваем Я не знаю Как он сюда прошел Как он попал Но с вами был Блудлинз Жмите лайкусики И пишите комментарии И в скором времени Мы забабахаем Может быть Даже я постараюсь И вбахаю Может даже На завтрашний день Может быть Три даже серии Но посмотрим Если от вас будет Много лайкусиков Давайте друзья До встречи И игруха Уже начинает Набирать обороты Она реально Уже становится Интересной Все будет С вами был Блудлинз Всем пока До встречи И ждите новых серий Субтитры сделал DimaTorzok